Начал совещание начальник медика санитарной части 135 Алексей Азаренков. Так, за прошедшую неделю в отделении скорой медицинской помощи поступило 173 вызова. В настоящее время наблюдается незначительный рост простудными заболеваниями. Городской роддом все еще находится на плановой санитарной обработке. Системы жизнеобеспечения Десногорска работают стабильно. Аварийных отключений нет, все потребители обеспечены ресурсами. 1 ноября в Десногорске состоится общегородской субботник, которым завершится осенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий города. Работы по месячнику идут полным ходом, взаимодействуют с предприятиями города, помогаем техникой, результаты есть, поэтому по пятнице ожидаем уже хороший результат по городу. Занимаемся, значит, убор перестой, после окончания субботника будем переходить, переводить всю технику на зимний режим работы. На совещании присутствовал исполняющий обязанности председателя Десногорского городского совета Юрий Деваков. Он высказал ряд замечаний, касающихся проблем инфраструктуры города и прилегающих поселений. Глава Десногорска Андрей Шубин внимательно выслушал депутата и пообещал совместно с руководителями городских служб рассмотреть и взять на контроль прозвучавшие вопросы. Я предлагаю вопросы смотреть не в рамках этого совещания, включить повестку дня, в предстоящей комиссии депутата, и более подробно соответственно отрабатывать, чтобы проработать. Комитетом по культуре для жителей и гостей города подготовлена большая и разнообразная программа мероприятий. 31 октября на Кургане Славы состоится перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Смоленской области. В 11.30 построение травмной колонны около 19-го дома 2-го микрорайона. В 12.00 начало церемонии захоронения останков на Кургане Славы. 1 ноября в Центре культуры и молодежной политики состоится праздничный вечер, посвященный Дню народного единства. На следующий день, 2 ноября, на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса Десна стартует веломарафон 150 километров за 24 часа. А 3 ноября в Десногорском историко-краеведческом музее пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». 2-го и 3 ноября на стадионе «Аула-Тен-Франц» состоится всероссийский чемпионат «Аула-Пишашка Казарова». Более подробную информацию о предстоящих событиях в городе можно узнать на сайте администрации. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ.